Итоги уходящей среды На остановке, пожалуйста! ГАИ усилила контроль за перевозчиками Пассажирам рекомендуется не заходить в маршрутку, когда все свободные места заняты О чем еще стоит помнить? Девушки рулят, в Бобруйске выберут лучшую автоледи Приглашаем всех участниц, каждую ждет ценный приз Какие критерии? А также эксклюзивное интервью, прямой поезд и вкусный обед С нового учебного года изменится рацион питания школьников Как себя показал экспериментальный проект? Для окончания войны в Украине уже есть большие предпосылки Президент дал эксклюзивное интервью телеканалу «Россия-1» Александр Лукашенко ответил на все интересующие Ольгу Скобееву вопросы Даже самые острые и провокационные В первую очередь ведущая программы «60 минут» поделилась своими впечатлениями От посещения белорусской границы, где размещены зенитно-ракетные комплексы С-400 Еще одна тема разговора – ядерное оружие Глава государства отметил, это не Россия стремится разместить свои ракеты на нашей территории А Беларусь сперва просила об этом, а потом стала требовать Целью мы были всегда, нас порвать на куски с 20-го года хотели Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал У нас ракеты и бомбы мы получили от России Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагаса Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара А это одна бомба в три раза мощнее Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу Не дай бог применять это оружие Но это все-таки ограниченная территория А какая договоренность? Если вам кажется, что агрессия, надо будет созвониться с Путиным и... Слушай, вот часто слышу А вот это российское оружие, без России, чем не применит Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет! Снял трубку, где бы он ни был, он снял Он позвонил, я снял трубку в любой момент, даже вот сейчас Поэтому, ну что тут за проблема, согласовать нанесением какого-то там удара Это не вопрос Полную версию интервью смотрите на телеканале Россия-1 Акцент на безопасность Госавтоинспекция усилила контроль за перевозчиками Особое внимание водителям маршруток и такси Специалисты проверяют свидетельства о регистрации, страховой полис, техосмотр и предсменный медосмотр Пресекают факты незаконного переоборудования машин Смотрят инспекторы и на наличие инерционных ремней Самое распространенное нарушение превышения скорости Мы напоминаем о строгом соблюдении правил дорожного движения при перевозке граждан Пассажирам рекомендуется не заходить в маршрутку, когда все свободные места заняты Стоит отметить, что Госавтоинспекция нацелена не на наказание водителей за нарушение правил дорожного движения А в первую очередь на предупреждение и профилактику дорожно-транспортных происшествий Только за прошлый год в Могилевской области с участием маршруток произошло 8 аварий Пострадали 14 человек К административной ответственности привлечены 747 водителей 128 нарушили правила перевозки пассажиров Электронное обращение, сниженный тариф и экстренная акция Минприроды призывает белорусов полить деревья в городе С чем это связано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Президент подписал указ по повышению эффективности работы госструктур Одинаковые возможности заявить о своей проблеме должны иметь все жители Предусматривается полный охват сотовой связью сельской местности Плюс широкополосный доступ к интернету Это прямой путь для получения услуг в электронной форме Новое развитие ожидает и службу одно окно Школьные блюда стали более разнообразными и полезными Специалисты разработали свыше 200 рецептов В эксперименте, напомним, участвовали 23 учреждения образования со всей страны В ближайшее время в правительстве будут подведены итоги Известно, что пищевые отходы столовых снизились с 50-60% до 10-20% Положительные результаты проекта внедрят повсеместно с нового учебного года В Беларуси могут расширить льготы по коммуналке для одиноких пенсионеров С инициативой выступили депутаты Согласно действующему постановлению, пожилой человек лишается права на сниженные тарифы по ЖКУ, если соезжает в дом престарелых Жировка тем временем ощутимо тяжелеет, так как после поступления в интернат в квартире уже никто не зарегистрирован Российские железные дороги запустили прямой поезд из Самары в Минск Раньше путешествовать между городами можно было только с пересадками Состав будет ходить раз в неделю В нем плацкартные и купейные вагоны Предусмотрены также места для маломобильных пассажиров За один рейс поезд перевезет более 600 человек Белорусов призвали полить деревья в городе Экстренную акцию объявила Минприроды Всему виной отсутствие дождей Ведомстве подчеркнули, во время засухи вода для зеленых насаждений полезна в любом количестве Однако лучше всего это делать утром или вечером, чтобы не так быстро испарялась влага Первый шаг к поступлению В Беларуси стартовало централизованное тестирование Выпускники сдали белорусский язык Структура тестов, задания, переводная таблица баллов, такие же, как на СЭ Всего на ЦТ зарегистрированы 55 тысяч абитуриентов Среди самых популярных предметов физика, английский и русский Следующая проверка знаний намечена на 16 июня Что касается запретов, они стандартные Нельзя фотографировать материалы, разговаривать в аудиториях и чем-либо обмениваться Помните, что при явке на централизованные тестирования Необходимо при себе иметь пропуск, паспорт и желательно две черные гелевые ручки Для тех, кто не сможет принять участие в ЦТ по уважительным, документально подтвержденным причинам Предусмотрены резервные дни 11 и 13 июля можно будет сдать белорусский и русский языки 11 и 15 остальные предметы По их венам течет доброта В Беларуси отмечают День донора Тех, кто совершает тихий подвиг в стране, свыше 100 тысяч Благодаря этим людям заготовлено 256 тонн крови для переливаний и производства лекарственных средств Цифра с каждым годом только увеличивается С подробностями Елизавета Липеева В их руках не одна человеческая жизнь На учете в Бобруйской зональной станции переливания крови свыше 2800 почетных доноров Каждый уверен, делать добро просто Достаточно сдать анализы, пройти осмотр и регистрацию При оформлении понадобится паспорт тем, кто впервые в военный билет при его наличии Выписка из медкарты, результаты ЭКГ и флюорографии Женщинам справка от гинеколога Слово «донов» в переводе с латинского означает слово «дарить» Издавая кровь или её компоненты, мы можем подарить кому-то жизнь Или спасти после аварии или травмы Регулярная сдача крови является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний Тромбообразования Сдавайте кровь, делайте больше добрых дел Светлана Емельянова спасает жизни без малого 30 лет Правила сдачи крови знает наизусть Станцию переливания посещает каждый месяц За одну процедуру берут 450 мл Перед донацией каждому выдают воду, сок, печенье, шоколад и гематоген В день донора бонусом идут символические подарки и от Красного Креста С 1992 года, 27 лет я работала на станции переливания крови сама Поэтому, как и все сотрудники, влилась в ряды доноров И вот по сей день сдаю кровь Ведь приятно, когда ты идёшь по городу, идут люди, улыбаются Ты смотришь на них и думаешь, а может быть кому-то из них помогла моя плазма Либо мои тромбоциты На душе становится тепло, светло и хорошо С апреля этого года действует новая редакция закона о донорстве крови и её компонентов Увеличен возраст для сдачи с 60 до 65 Из перечня льгот исключена гарантия по предоставлению дней отдыха Для почётных доноров предусмотрена 25-процентная скидка на платные медуслуги в госучреждениях Плюс две недели неоплачиваемого отпуска по согласованию с нанимателем Донорами могут быть не все Существуют противопоказания к донорству, постоянные и временные Постоянные противопоказания – это инфекционные заболевания, гепатиты вирусные, спид, туберкулез, сифилис Это наличие злокачественных заболеваний, психических расстройств Временные противопоказания – это при которых человек спустя какое-то время может стать донором Либо продолжить донорство Это острые заболевания, либо обострение хронических заболеваний Временный приём лекарственных препаратов Приятное новшество. Минздрав определил порядок заготовки крови и её компонентов-аутодоноров. Теперь человек может сделать запас для себя. Особенно важно это для людей с редкой группой и тем, кому предстоит серьёзная операция. Однако при условии, что у пациента нет противопоказаний. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Гонка за приз. В Бобруйске выберут лучшую автолези. Конкурсная программа включает три этапа. На первом участницы продемонстрируют знания правил дорожного движения. На втором жюри будет оценивать оформление и презентацию авто. На третьем пройдут соревнования по скоростному маневрированию. Организаторы БРСМ, ГАИ и ДОСАВ. Приглашаем всех участниц. Каждую ждёт ценный приз. Обязательное условие членства БРСМ и наличие членского билета. Заявки принимаются до 28 июня. Сам конкурс пройдёт 3 июля в 12 часов на площадке у Бобруйской арены. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА